Игорь Игоревич, расскажите, пожалуйста, как вы попали в баскетбол и почему выбрали именно этот вид спорта? А, выбирал, ну, до этого занимался борьбой немножко, волейболом, но пришёл баскетбольный тренер на урок физкультуры, выбрал несколько высоких мальчишек, в том числе и меня, и с этого момента начал заниматься баскетболом. Почему? Занимался и продолжил заниматься, потому что повезло с первым тренером, он был такой интересный, разносторонний, давал такие интересные задания, завлёк меня, и поэтому, так скажем, задержался в этом виде спорта. Сейчас следите за какими-то видами спорта? Может, трансляции смотрите? Ну, непрофессионально, как любитель, смотрю футбол, иногда волейбол, и также, может быть, и ганбол иногда смотрю, поэтому я разносторонний, не смотрю только регби, а так все виды спорта мне нравятся, игровые. Вы являетесь серебряным призёром чемпионата мира. Часто вспоминаете тот финальный матч? Не часто, когда только в интернете всплывает какая-то информация, там есть ребята, которые занимаются историей, иногда выкладывают только в эти моменты, это уже история, и история давняя, поэтому не вспоминают. А какие эмоции остались от того времени? Эмоции положительные, я попал в ту сборную, когда была очень огромная конкуренция, когда пришёл новый главный тренер Сергей Александрович Белов, это было почётно, почётно попасть к такому человеку, к такому тренеру, поэтому для меня была сама цель попасть в состав команды и поехать на чемпионат мира. В прошлом вы хорошо известный спортсмен, сейчас очень известный тренер. Как карьера спортсмена помогает в тренерской деятельности? Ну, я сам прошёл все эти этапы, начиная с секции, потом юношеская, потом молодёжная, играл во всех этих сборных, работал с очень многим количеством тренеров, поэтому как взял положительные черты этих тренеров, так и не взял отрицательные, на мой взгляд, качества, поэтому старался исправлять ошибки, и в том числе и свои. А вы когда-нибудь задумывались над тем, кем бы вы стали, если бы не выбрали спорт? Не задумывался. В детстве, понятно, у каждого ребёнка были свои мечты, но, конечно, не в спорте, там, когда-то нравились машины, хотел стать гонщиком, водить какой-нибудь автомобиль, а так, ну, когда начал заниматься баскетболом, уже не видел себя не в спорте. Большую часть своей тренерской карьеры вы провели в мужском баскетболе. Сейчас второй год подряд вы работаете с девушками. С кем легче, с девушками или с мужчинами работать? Ну, тут нельзя так сказать, с кем легче, с кем не легче. Везде достаточно сложно, достаточно легко. Не выбирал эту позицию, из мужского баскетбола перешёл вынужденно, ну, не пожалел об этом, поэтому продолжаю работать в женском баскетболе. Работа в Курском Динамима для вас вызов или больше подарок судьбы, от которого нельзя было отказаться? А, и то, и то, и вызов, и на первом месте, и от такого предложения трудно было отказаться. Это и амбиции, и всё остальное, и команда такого уровня. Хотелось попробовать себя, и хотелось всё-таки выйти из той зоны комфорта, который я уже проработал порядка 11 лет в Самаре, никуда не выезжая, как тренер. Это шаг, посмотрим, на что я способен. Как вы считаете, талант, везение или труд оказывают большее влияние на игрока? Всё вместе. На первом месте это талант, потом это работа, и на третьем месте это везение. Бывали случаи в вашей карьере, когда приходилось поступить не так, как хотелось бы, а как было надо? Ну, сплошь и рядом, конечно. Это такая жизнь, как я думаю, что в любой профессии, так и здесь. Как вы относитесь к критике со стороны болельщиков? Следите ли за ней? Не слежу. Специально последние года не читаю, стараюсь в соцсети, ни с кем не зацепляюсь, никому не отвечаю. Если только случайно что-то могу прочитать, так точно не вникаю, и, может быть, кто-то скажет что-то. Ну, мне понятно, что все люди разные, поэтому если в дебаты вступать, это может не закончиться. Поэтому стараюсь в дебаты не вступать и не следить за этим. В семье кто-нибудь продолжает ваш путь спортсмена? У меня старший сын занимался баскетболом, сейчас на любительском фоне. Младший сын 14 лет, мы попробовали, ему не слишком понравилось, поэтому баскетболист в семье только я. А с семьей обсуждаете свои победы, поражения? Ну, конечно, как правило, это с супругой мы обсуждаем, общаемся, если хорошо, почему так получилось, если плохо, по какой причине так получилось. Жена всегда меня поддерживает, выслушивает и иногда высказывает даже свое мнение. Что бы вы назвали своей главной победой в жизни? Ну, это женитьба на моей супруге и моя семья, это главная победа в моей жизни. Какой вы вне баскетбольной площадки? Я не знаю, это лучше не у меня. Мне кажется, я достаточно спокойный человек, если меня не нервировать, если меня не трогать. Как вы любите проводить свободное время? С семьей, опять же, дома, у телевизора или, если есть возможность, куда-то выйти, в тот же кинотеатр, за редким случаем куда-то в кафе, в ресторан. Какие первые впечатления оставил у вас Курск? Достаточно хорошие, добрые люди, с кем я общаюсь, всех увидел, много молодежи на улице, с городом, по сути, с центральными улицами только познакомился. Так, ну, пока все хорошо, спасибо. Под каким девизом вы идете по жизни? Не знаю, наверное, не бояться трудностей и продолжать тот путь, который ты на цели, несмотря на эти же трудности.